вот как вы думаете сколько лет уже существует наша вселенная точнее сколько миллиардов лет 13 с половиной и за 13 с половиной миллиардов лет своего существования млечный путь поглотил уже несколько галактик международной группы исследователей объединившие в себе представители нескольких университетов сумела определить дату самого большого столкновения нашей галактики на данный момент использовав для этого лишь одну звезду всего одну звезду ну ладно я пойду так что и и как сообщает участники исследования в журнале на и час тронами слияние с карликовой галактикой гая энцелад произошло около 11 миллиардов лет назад да и вот на этой планете который располагается в солнечной системе и находится в галактике млечный путь и мы с вами живем но прежде чем мы перейдем к сути данной темы давайте составим условный паспорт нашей галактики возраст галактики млечный путь составляет примерно 13,5 миллиарда лет в диаметре она равняется 100 тысячам световых лет толщина центральной части галактики составляет примерно три тысячи световых лет а по краям достигает 1000 световых лет масса по последним данным составляет полтора триллиона солнечных масс и кстати в нашей галактике примерно 200 400 миллиардов звезд ну что теперь можем приступать к самой сути вообще слияние галактик в наше время явление которое не считается чем-то необычным через какое-то определенное время наша галактика столкнется с галактикой андромедой и это ожидаемо мы непременно мчимся навстречу друг другу и на заре становления млечного пути уже происходило подобные события 22 июля 2019 года в журнале на и час тронами вышла статья в которой говорится о том что ученые при помощи данных с космического телескопа гайя смогли воспроизвести слияние млечного пути с карликовой галактикой гайя энцелад известную также как галактика сосиска в конце 2018 года данные полученные с помощью космического телескопа гайя помогли определить что около 30 тысяч звезд в нашей галактике имеют необычные вытянутые орбиты и образуют отдельную последовательность на диаграмме герц шпурнга рассела сравнение данных с компьютерными моделями показала что эти звезды принадлежат карликовой галактики гайя энцелад которая была поглощена млечным путем несколько миллиардов лет назад выяснилось что в результате слияния в млечном пути оказалось как минимум восемь шаровых скоплений и около 50 миллиардов масс солнца в виде звезд газа и темной материи также удивило и распределение звезд субпопуляции синих звезд с низким содержанием металлов и красных с высоким уровнем содержания металлов синие популяции связано со слиянием галактики гайя энцелад и млечного пути при этом стоит отметить что общая масса гайя энцелада по оценкам исследователей могла составлять около 1 четверти общей массы млечного пути красная популяция представляет собой звезды образовавшиеся до слияния в первые три миллиарда лет жизни млечного пути газ который образовался в результате этого события сформировал тонкий диск проходящий через центр млечного пути астрономы считают что остатки гайя энцелад в конечном итоге образовали современную форму нашей галактики однако существовала большая неопределенность когда же произошло данное событие и 13 января 2020 года в журнале на эти астрономии вышла статья в которой астрономы уточнили временные рамки данного события слияния на самом же деле столкновения произошло примерно 11 миллиардов лет назад именно тогда небольшая галактика гайя энцелад врезалась в то что существовало на месте млечного пути на расстоянии примерно 94 световых года от земли в южном созвездии индеец расположена звезда hd 211998 она примерно в три раза больше солнца но на 15 процентов уступает ему по массе ученые исследовали эволюцию этой яркой звезды видимой сегодня с южного полушария земли оказывается эта звезда уже находилась в млечном пути до столкновения с галактикой гайя энцелад такой вывод был сделан из-за металличности звезды то есть содержание металла в ядре светила все дело в том что сами по себе металлы образовались во вселенной далеко не сразу а зародились в ядрах звезд которые поглощали останки светил предыдущего поколения так что чем моложе звезда тем больше в ней металлов тот факт что в этой звезде содержится всего три процента от общего числа железа содержащегося в солнце указывает на солидные возраста звезды получается если она уже находилась в галла млечного пути то на ее движение должно было повлиять слияние с галактикой гайя энцелад и соответственно она должна была появиться раньше этого события по мере того как происходило слияние она изменяла орбиту звезды вокруг центра млечного пути и сегодня мы можем проследить когда же произошло слияние при помощи космического телескопа т.с. ученым удалось выяснить что возраст звезды составляет примерно 11 миллиардов лет в дальнейшем наблюдение осуществленные с использованием мощного телескопа гая позволили анализировать информацию о положении звезд во время их вращения а дальнейший анализ показал результат столкновения ученые пришли к выводу что поглощение соседней галактики галактикой млечный путь произошло около 11 или же 13,2 миллиардов лет назад столкновение галактик произошло только после образования этой звезды наблюдать за которой астрономы могут и по сей день какой вывод из этого можно сделать благодаря астросейсмология наблюдая всего за одной звездой ученым удалось узнать ее возраст и более подробно изучить ее жизненный путь соответственно если этой звезде примерно 11 миллиардов лет то столкновение могло происходить только после образования этой звезды примерно 11 миллиардов лет назад тед маккерет соавтор исследования из бирмингемского университета великобритании говорит учитывая что огромное количество звезд пришедших из галактики гая энцелот оказала большая влияние на эволюцию млечного пути это событие является очень горячей темой в астрономии и наше исследование станет важным шагом на пути к раскрытию всех его тайн вы думали что это все но нет это не так седьмого февраля 2020 года до буквально на днях в журнале the astrophysical journal вышла статья в которой ученые говорят о столкновении нашей галактики с галактикой андромеды до сих пор считалось что столкновение нашей галактики с туманностью андромеды произойдет примерно через 3 целых девять десятых миллиарда лет однако данные полученные с помощью космического телескопа гая говорят о том что это событие произойдет на 600 миллионов лет позже чем предполагалось ранее то есть через четыре целых пять десятых миллиарда лет и если раньше ученые думали что это будет прямое столкновение лоб в лоб то сейчас было сделано предположение что это будет боковой удар но почему все так поменялось дело во взаимодействии галактики андромеды с еще одной крупной галактикой м-33 она же галактика треугольника м-31 и м-33 находятся недалеко друг от друга по космическим меркам две галактики должны гравитационно взаимодействовать уже сейчас раньше астрономы не знали сближаются эти галактики друг с другом или же отдаляются и новые данные показали что м-31 и м-33 медленно притягиваются друг к другу сейчас для нас это событие незаметно но оно приведет к изменению траектории туманности андромеды в результате чего мы столкнемся с ней на 500 600 миллионов лет позднее для сравнения 600 миллионов лет назад не было ни людей ни даже динозавров поэтому возможно для нашей галактики это все-таки хорошая новость ну что ж на этом все если вам понравилось это видео ставьте палец вверх подпишитесь на канал поделитесь друзьями берегите себя и до новых встреч субтитры александрова и Продолжение следует...